Приветствую вас, если кратко, то вам нужно более серьезно, более сознательно относиться к своим отношениям, к тому, что вы делаете, к тому, как вы их выстраиваете, к тому, как вы их, значит, позиционируете для себя хотя бы. Вот. И с разной долей, разной долей, значит, того, с кем вы это делаете. То есть, ну, совершенно очевидно, что отношения, в том числе и будущие отношения, будущее отношений, зависит от того, как вы эти самые отношения, собственно говоря, выстраиваете и с кем. И если вы говорите о том, что так получилось, что вы расстались, так получилось, что вы расстались, при этом вы не раскрываете никаких причин, никаких обстоятельств того, почему вы расстались и как вообще так получилось, что вы расстались. Что возникает вопрос о том, насколько вы серьезно относитесь к своим отношениям, насколько они для вас важны. И важны ли они вообще для вас. Вот. Это первый момент. Хотя, в общем, и допускаю, что вам, может быть, это будет и неприятно слышать. Второй момент. Это более осознанное поведение по отношению к себе. Более осознанное поведение по отношению к своим, например, личным границам, если можно так выразиться. Что это значит? Что это значит? По сути, это означает, что если мужчина, вот ваш мужчина, да, с которым вы были в отношениях, да, какое-то время, если он высказывает позицию относительно того, что он вас, например, простил, или он, значит, хочет быть с вами, да, или что-то еще, если эта позиция происходит, если мужчина позиционирует себя вот так, то совершенно очевидно, что позволять ему постоянно вспоминать о прошлом, ну, мягко говоря, сомнительное решение. Но если вы его все равно приняли, значит, у этого есть какие-то причины, у этого есть какие-то, значит, ну, какие-то обстоятельства, да, то есть вы почему-то приняли этого мужчину, вы почему-то позволили ему так с тобой обращаться, вот. И вопрос здесь на самом деле только один. Что вами движет? Вот именно в этом контексте. Что вами движет? Чего вам хочется в этой ситуации? Вы говорите, что он любит вас. Я верю в то, что он верит, что он вас любит, но любящие люди так себя, к сожалению, не ведут. И исходя из этого, я, в общем-то, могу сделать вывод, что мужчина мог отчасти сблизиться с вами потому, что еще не забыл свои какие-то обиды на вас. А это, в свою очередь, означает что? Что вы ему нужны для того, чтобы эти самые обиды как-то компенсировали. В том числе. Вы в том числе ему нужны для этого. Я не говорю, что вы нужны ему только для этого, исключительно. Но в том числе и для этого. И если вы говорите, что вы все выяснили, если вы говорите, что вы все решили, ну, для себя, что получается, что нет. Получается, что вы для себя не все решили. Получается, что, вероятно, есть какие-то все-таки остались недоговоренности с его стороны. Да? Ну, понятно же, что не от хорошей жизни мужчина так вот себя ведет. Да? Другое дело, должны ли вы нести за это ответственность? Другое дело, должны ли вы отвечать за то, что человек вот так вот не может, ну, отпустить в конце концов то, что между вами произошло. При этом говорить, что простил, что любит, да, и так далее. Вот и здесь, здесь, в этом контексте ответ будет однозначно отрицательным. Потому что нет, вы не несете ответственность за то, что мужчина до сих пор имеет на вас какие-то обиды. Почему? Потому что он сам решил с вами, значит, ну, быть в отношениях. Он сам сказал, что все простил. Значит, человек берет на себя ответственность, вот он говорит. А на данном случае мужчина, получается, не отвечает за свои слова. И что самое скверное, это то, что он не только отвечает за свои слова, он еще и вас стимулирует к тому, чтобы вы тоже за свои слова не отвечали. То есть вы высказали ему готовность начать все заново, да? Ну, готовность начать отношения в нож. А он говорит, нет, дорогая, у меня еще остались к тебе обиды. И здесь, конечно, вот мужчина, он, собственно говоря, тянет вас назад в отношениях. Вот. Что вам делать в этой ситуации? Думается мне, что самое разумное будет, если вы перестанете ему отвечать на его, значит, какие-то высказывания, на его, возможно, провокацию. Вот. Будет лучше, если вы перестанете на это отвечать. Будет лучше, если вы не будете отвечать. Будет лучше, если вы просто-напросто один раз, может быть, еще скажете, как обстоят дела. И после этого больше к этому возвращаться не будете. А хочет он говорить, будет говорить. Это его право. Вам нужно оставить его со своими переживаниями. Ну, на худой конец порекомендовать обратиться к психологу за помощью, за проработкой тех моментов, которые его волнуют. Интересно, еще раз повторю, интересно, что вы по факту, вот по факту, да, вы не рассказали, что происходит между вами. В чем проблема, в чем конфликт, в чем трудность, из-за чего расстались, вы об этом ничего не говорите. Вот. И, конечно, возникает вопрос, а почему так? Почему вы ничего не говорите об этом? Ведь это важно. Это, по сути, является корнем вашей проблемы. Вы говорите, так произошло, что мы расстались. А ведь расставались-то вы, именно вы расставались. То есть, вы сознательно шли на этот шаг. Вы сами сознательно шли на шаг к расставанию. И получается, что вы не отвечаете за свои поступки, ну, за свои действия. Я не думаю, что вам это как-то, как-то вот, ну, ну, было бы приятно. Да, я не думаю, что вам как-то было бы, опять, комфортно. Если бы вы, вот, поняли, да, вдруг, что вы не несете ответственности за свои действия. Вот. Поэтому от фраз о том, что так получилось, так произошло, я думаю, нужно отказаться. И вместо этого взять ответственность на себя за то, что, собственно говоря, с вами произошло. То есть, признать, что что-то случилось и, может быть, может быть, какие-то действия, какие-то выводы, какие-то шаги предпринять. Вот. Да? А потому, что, ну, вот, вот, пока, пока, вы выступаете в этой истории скорее, как, знаете, такой довольно пассивный субъект. То есть, как будто от вас, в общем и целом, мало, что завис. Вот. А я не думаю, что это хорошо и правильно для вас. То есть, из-за чего вы расстались, что произошло? Невозможно без знания этого давать вам какие-либо рекомендации. Но вообще, взрослый человек, как я уже сказал, должен решать свои проблемы сам. Дальше, значит, расставание было тяжелым со скандалом, не виделись и не общались с ним несколько непонятно чего. Если вы говорите, что расставание было тяжелым со скандалом, то здесь обязательно следует это уточнить. Расставание со скандалом было очень тяжелым для кого? Для вас или для него? Понимаете, какая история? Это непонятно, если для вас, то как вы приезжали? Кто скандалил? По сути дела. Вот. Кто скандалил? В этой истории. В этой ситуации. Кто скандалил? Вы, мужчина, по какой причине кто-то из вас скандалил? Чего хотели? А расставались тогда чего, если, ну, если тяжело было расставаться? Значит, проблемы, вероятно, были очень серьезными. А тогда, что это за проблемы? Понимаете? Вот. То есть, ну, вот, по факту получается такая история, что вы сути, сути проблемы не раскрываете и просто предлагаете в общем взглянуть на ситуацию. Ну, вот, в общем, в общем, ситуация ваша выглядит именно так, как я уже сказал, да? Дальше. И вот он снова появился в моей жизни. Ну, вы знаете, вот то, что он снова появился у вас в жизни, это, опять же, я ответственен, что он снова появился у вас в жизни. Вы позволили ему появиться в вашей жизни? Вы хотели, чтобы он появился в вашей жизни? Или вы не хотели, чтобы он появился в вашей жизни, а он появился? То есть, вот эта вот формулировка, да, что он появился, вот, это очень безответственное, на самом деле, заявление, да? Вот. Далее. Вы пишите о том, что у вас наконец-то получилось поговорить и решить все проблемы. начать все сначала. Ну, пожалуй, помимо того, что сначала все начать не получится, потому что вы те же люди, вы теми же самыми пришли, собственно говоря, значит, друг другу, да? То есть, вы вернулись, вернулись к друг другу, будучи теми же самыми. Ну, вот. И здесь, на мой взгляд, ну, довольно ошибочно думать, что вы действительно могли начать все сначала. То есть, ну, вы могли решить, конечно, свои проблемы какие-то определенные, да? Это безусловно. Но говорить о том, что начать все сначала, нет. Для того, чтобы реально начать все сначала, нужно достаточно много времени и достаточно большая работа над собой. И то, сначала ничего вы не начнете, а просто будете воспринимать то, что, собственно, с вами происходит или происходило, лучше сказать, как опыт. Вот, просто как опыт. Поэтому здесь, конечно, вот есть такие оговорочки, которые, ну, скорее всего, нуждаются, опять же, в дополнительном исследовании, да? То есть, вы же не можете забыть прошлое. Только вы его отпустили, вы его оставили там, в прошлом, да? А мужчина этого сделать не может, вот. Должен ли он это делать, это уже вопрос, на самом деле, другой, да? То есть, должен, не должен, это не к нам вопрос. Но он его не отпустил, вот. И, скорее всего, характер вашего мужчины, он, ну, предполагал, предполагал тот факт, что он не забудет так быстро то, что случилось. Ну, или, 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 или вообще не забудет то, что случилось. Понимаете? То есть, это тоже момент. Но в любом случае, вы говорите, что вы с ним поговорили и к чему-то пришли, да? Если вы поговорили и если вы к чему-то пришли, то получается, что пришли только вы. И поговорили, вероятно, тоже только вы. Потому что мужчина-то, как мы поняли, он остался там, где был, значит, значит, что, значит, что-то пошло не так. Значит, что-то, эээ, пошло не так, как, ээ, предполагал. То есть, то ли вы, может быть, эээ, не достаточно, эээ, корректно ему объяснили, что-то происходит. То ли он, может быть, чего-то недополнил, но в любом случае ситуация такова, что мужчине не хватило. Да? Ему не хватило. Ээ, нужно ещё, нужно ещё, эээ, обсуждать это. Нужно, нужно, эээ, ещё разговаривать, эээ, ну, на эту тему, вот. А вы этого не хотите, естественно, да. Потому что, эээ, для вас уже всё понятно. Вот. Ну и, соответственно, эээ, вы донесите до человека, эээ, что вы всё-то могли ему сказали, а дальше он сам. И всё. А, либо, эээ, так и продолжайте с ним, эээ, перетирать их из пустого в пороге, пока ему самому не надоёс. А ему не надоёс, потому что вы, скорее всего, оправдываете. Да? Да? И дальше у вас всё сводится к тому, что мужчина не может забыть. Эээ, но ведь согласитесь с тем, что забыть не может он, а не вы. Так почему же, почему же вы отдуваетесь за него, если забыть не может он? Понимаете, вот какая история здесь? Потому человек, и не может забыть, потому что вы, вероятно, ведёте себя так, что он чувствует, будто вы виноваты. Понимаете? Вот. Я, конечно, не знаю, эээ, ну вот, на самом деле, как обстоят дела. Вот. Но, думается, думается мне, что есть какие-то причины, которые мужчины снова и снова возвращаются в его эти самые, эээ, прошлые обиды. Вот. Какие это причины? Ну, это нужно разбираться с вами, безусловно. А лучше ещё с ним самим. Потому что обиды – это его ожидание. Ожидание – это его желание. А желание – это его личная ответственность. Понимаете? Вот. Ну и да, естественно, нужна работа. Работа с чувствами, работа с эмоциями, работа с поведением и прочее, прочее, прочее. Вот. Ему. Это нужно ему. Это нужно ему. Если он действительно хочет что-то сделать, если он действительно вас любит, если он действительно как-то вот, значит, вами дорожит. Потому что, ну, если он вам дорожит, то он не может не видеть, что то, что он делает, да, и вас отправляет. Вот. И либо ему всё равно, либо ему нужна помощь. Вот. Ну и, соответственно, и в том и в другом случае вам его лучше составить. А вот почему вы снова и снова объясняете ему, что движет вами объяснять ему снова и снова одно и то же? Это уже вопрос к вам. Потому что то, что здесь всё не просто так, да, то, что здесь всё имеет, ну, под собой какой-то смысл, да, основание и так далее. Вот, это на мой взгляд, это очевидно, вот. Но, эээээ... с этим нужно работать. С этим нужно работать и с этим нужно разбираться, чтобы вы.. Может быть и вы будете посвободнее себя чувствовать, вот. Можете такое быть? Вполне. Вот. Поэтому, мужчину направляйте к психологу, вот, и сами тоже, как следует, поназмыслите, все ли обиды вы опустили. Да? И как вас задевает то, что происходит сейчас? Если вы говорите, что у меня нет сил, значит, это отнимает у вас какую-то энергию, вот. Ну и, соответственно, наверняка у того, что у вас это отнимает энергию, есть, опять же, свои причины, с которыми тоже можно работать, которые тоже можно исследовать, вот. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.